Владислав Долгишев сделал свой выбор год назад на такой же ярмарке вакансии. Сегодня он студент первого курса сочинского филиала Московского автодорожного института. Выступает в роли экскурсовода, помогая пока еще школьникам ориентироваться среди стендов. Говорит, вот так же еще совсем недавно сомневался и присматривался, но в итоге выбрал техническую специальность. Гуманитарного очень много и в наше время уже нужны технические специалисты, которые должны хоть что-то строить, вообще поднимать нашу страну. В этом году выставка-ярмарка выглядит необычно. Все стенды выдержаны в стиле популярной среди молодежи социальной сети. Вы узнаете дизайн в инстаграм. Наши участники выставки, учащиеся 8-11 класса, могут сфотографироваться рядом с тем или иным вузом, с тем или иным техникумом или колледжем и выставить в инстаграм свою фотографию, таким образом сделав свой первый выбор. А выбирать есть из чего. И очень важно сделать свой выбор раз и навсегда. Ведь нередко выпускники школ выбирают будущую профессию не по зову сердца, а потому что родители настояли, со временем начиная жалеть о впустую потраченном времени. Анна Захарова считает такой подход неверным. Говорит, что работа должна приносить удовольствие. Я проучилась уже почти 11 лет в гимназии номер один в языковой школе с английским уклоном, поэтому мне всегда это нравилось. И как-то я уже привыкла с детства с английским языком, и мне бы хотелось его преподавать. Образование, медицина, курортно-туристическая сфера – это те направления, которые сегодня наиболее востребованы в Сочи. Учебная база города позволяет готовить таких специалистов. Так что вполне возможно, что из 7 тысяч школьников, посетивших ярмарку, многие останутся учиться в Сочи. Тем более, что с трудоустройством у них проблем не будет. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.